Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова. И сегодня мы будем читать, делать обзор 29 главы этой книги. Эта глава состоит всего из 25 стихов. Один христианский экзегет, живший в XVIII веке, так описывает содержание этой главы. «После превосходного рассуждения о мудрости, изложенного в предыдущей главе, Иов сел и остановился, но не из-за того, что его дыхание иссякло, а потому что не хотел без разрешения участников дискуссий углубляться в эту тему, а желал дать возможность друзьям, если они захотят прокомментировать его слова. Но им нечего было сказать, поэтому, собравшись с мыслями, он продолжил разговор, касающийся его самого, о чём рассказывают данные и две следующие главы, где первое – он описывает высоту своего процветания, с которого пал, второе – и глубину, постигшую его через бедствие. Он делает это, чтобы вызвать сострадание у друзей и оправдать, или, по крайней мере, извиниться за жалобы, но затем, третье – чтобы избавиться от осуждений друзей в свой адрес, он подробно и детально заявляет о собственной непорочности. В данной главе он вспоминает дни своего процветания и показывает первое – какое утешение и удовлетворение он получал от дома и семьи. Об этом с первого по шестой стих. Второе – какие почести ему воздавались и какую власть он имел в своей стране, как уважали его все люди. Об этом с седьмого по десятый стих. Далее. Как много добра он сделал благодаря своему влиянию, являясь представителем власти, с одиннадцатого по семнадцатый стих. Он справедливо надеялся и впредь получать утешение от дома, с восемнадцатого по двадцатый стих, и от своей деятельности за его пределами, с двадцать первого по двадцать пятый стих. Все это Иов подробно описывает, дабы усугубить нынешнее бедствие. Конечно, может возникнуть вопрос, а зачем Иов начинает рассуждение о том, что он имел, и потом все это потерял. Дело в том, что мы иногда не ценим то, что мы имеем. И Иов, может быть, этими рассуждениями хочет показать, что он ценил все это, и наслаждался всем этим. Итак, первый отрывок с первого по шестой стих. Здесь Иов рассуждает, какое утешение и удовлетворение он получал от дома и семьи. И это очень важно, когда семья приносит нам утешение и удовлетворение, когда мы спешим вернуться домой. И первый стих. И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал. В переводе блаженного Иеронима слово «речь» переводится как «притча». «Притча» – это нечто назидательное и нравоучительное. Святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский, пишет. И далее продолжил Иов притчу свою и сказал. «Ибо потому, что притчей называется рассказ, в котором с помощью простой формы наружных слов говорятся тайны. Написано, что он продолжает именно притчу». Теперь сам текст этого слова, этой притчи. «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головою моею, и я при свете Его ходил среди тьмы, как был я в одни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи Элея». Прекрасные слова. Я думаю, что люди в возрасте, всегда в своем прошлом, они находят вот такие моменты, когда их зрение было лучше, и сон был менее беспокойным, и все шло во благо, и не было болезней, которые отягчают жизнь людей со временем. «Пути мои обливались молоком». Культурно-исторический комментарий сообщает, «Использованная здесь метафора призвана подчеркнуть богатство Иова. Его стада давали столько молока, что он мог омывать им ноги. Елей из скалы, оливковые деревья, из плодов которого изготовляли масло, могут произрастать на каменистой почве, поскольку не требуют большого количества влаги». Этот стих обнаруживает явную параллель с книгой «Второзаконие» 32.13. Прочитаем этот стих из книги «Второзаконие» 32.13. «Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы». Здесь мы видим, что Иов проявляет даже нечто поэтическое в своих словах, стремясь описать ту гармонию, которая некогда царила в его жизни. Далее идет раздел 7 по 10 стих. Здесь говорится о том, какие почести ему воздавали и какую власть он имел в своей стране, как уважали его все люди. Книга Иова – это книга, которая главной целью имеет показать, почему страдает невинный, праведный, благочестивый и почему иногда при этом благоденствуют тираны и деспоты. Итак, 7 по 10 стих Иов вспоминает, какими почестями некогда он был одарен. «Когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, имеется в виду, что он имел право суда». Помните, как Христос говорит? «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что велят вам делать, делайте, но по делам их не поступайте, ибо они говорят, но не делают». «Когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи, и персты полагали на уста свои, голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их». Авторитет Иова был велик, и здесь мы видим, что даже Сарим, Сарим – это князья, они почитали этого человека. Юноши, опасаясь, что они не так воздадут ему почесть, просто скрывались, прятались. Старцы вставали перед ним, потому что этот человек являлся примером того, каким должен быть праведник. В понимании Ветхого Завета он должен быть счастливым, он должен быть богатым, он должен быть многодетным. И все это было у Иова. Иов был самый богатый человек своего времени в той местности, где он жил. Итак, он вспоминает сначала благо семейной жизни, потом благо отношения к нему со стороны окружающих. Далее, с 11 по 17 стих рассказывается, как много добра он сделал благодаря своему влиянию, являясь представителем власти. То есть он имел право суда. В этом смысле он представлял власть. В древние времена считали, что судьями нельзя ставить какую-то голодьбу, надо ставить судьями богатых людей, которые не примут никаких взяток, для которых самое главное – это справедливость. И действительно есть опасность, когда во главе страны, во главе какого-нибудь там министерства, неожиданно становится человек возвышенный с самого низа, самого низа. Как в свое время Ульянов Ленин говорил, что кухарка может управлять целым министерством. Но тут серьезная проблема. Если человек существует в династии, он уже рождается как наследник, он органически восходит на высоту престола, ему не надо никого губить, предавать, ни через кого перешагивать, чтобы достигнуть высоты своего положения. А человек из низа, он потом воспринимает это как единственный шанс в своей жизни. Он хочет обеспечить и себя, и всех вокруг себя. И здесь коррупция неизбежна. Итак, Иов далее говорит, как правильно он пользовался властью, что он не злоупотреблял властью. Одиннадцатый стих и ниже. «Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око, видевшее, восхваляло меня, потому что я спасал страдальца, выпиющего и сироту беспомощного». Вот для чего он использовал свое высокое положение, чтобы спасать страдальца, выпиющего и сироту беспомощного. «Благословение погибающего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость». То есть люди, которые погибали, но были спасены Иовом, они благословляли его. Вдовы испытывали радость, потому что он проявлял заботу о них. Далее. «Я облегся в правду, я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия, и увясло, я был глазами слепому и ногами хромому». То есть для него важно именно облачаться в правосудие, а не в роскошные красивые одежды. Он становился глазами для слепого, ногами для хромого. 16 стих. «Отцом был я для нищих, и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно». О чем это? Это о том, что он относился к нищим, как к детям. А если он какую-то тяжбу не мог разобрать, он не знал обстоятельств, он разбирался внимательно, чтобы не допустить судебные ошибки, ибо, как сказано, суд – это дело Божие. Есть такие страны, где суд всегда действует на стороне обвинения. И это очень опасно, когда суд не ищет оправдания для человека, а ищет, как его обвинить. Хотя в мировой практике стандартов проведения судебного разбирательства любое непонятное в судебном процессе надо истолковывать в пользу обвиняемого, а не в пользу обвинителя. И вот это бессовестно нарушается. Отсутствие честного суда всегда вызывает Божий гнев. Об этом надо помнить и нельзя забывать. Ибо суд – это дело Бога, и тот, кто злоупотребляет положением судьи в народе, будет уничтожен. Далее мы читаем 17 стих. «Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенное». Здесь мы видим совершенно конкретно, что для Иова беззаконник – это похититель. И обязанность Иова как судьи исторгать похищенное. То есть он защищает нищих, он защищает больных, он заботится об убогих людях, и смотрите, что пишет святитель Иоанн Златоуст. «Сокрушал я беззаконному челюсти силу того самого, чем кусают, я разрушил, говорит, так, чтобы впредь сделать непригодными для другой несправедливости. И так я приносил пользу тем и другим, как переносящим зло, так и делающим зло, освобождая и вразумляя. Потом заметь настойчивость и твердость, и из зубов его исторгал похищенное. Я не пренебрегал и не отказывался, если к делу было даже преступлено, но извлекал и проглоченное, выражая свое попечение о сарабах, свойственную какому-нибудь отличному и бдительному пастырю. Златоуст настаивает на том, что такое поведение Иова приносило благо не только тем, кого он защищал, но и тем, против которых он кого-либо защищал. он как бы лишал вот этих грабителей зубов, с помощью которых они пожирали богатство других людей. Возможно, имелось в виду, что по законам того времени этим людям запрещалось потом на какое-то время заниматься бизнесом, если они не могли заниматься бизнесом честно и справедливо или их лишали возможности занимать какие-то должности во власти, так как они злоупотребляли этой властью. Это то, в чем нуждается любой народ, потому что злоупотребление власти – это самое ужасное преступление. Далее с 18 по 20 стих Иов говорит, что он справедливо надеялся и впредь получать утешение от дома, утешение от дома, от собственной семьи. Это особое благо, которое надо вымолить у Бога, которое надо поддерживать и оберегать. И мы читаем с 18 по 20 «И говорил я, в гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многие, как песок». Он был уверен, что это благополучие, благостное семейной жизни никогда не прекратится. Его всегда будут окружать его дети, сыновья и дочери. С ним всегда будет его жена, и он будет наслаждаться жизнью в этом семейном гнездышке. «И говорил я, в гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многие, как песок. Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих». Ну, для нас, живущих в России, это немножко непонятно, а вот для людей восточных «Корень мой открыт для воды». Вода это ценность на Востоке. «И роса ночует на ветвях моих» – это такие радостные эфемизмы, что все необходимое для жизни есть. Жизнь представляется как некое гнездо и как некий оазис, где всегда есть все необходимое. «Слава моя не стареет, лук мой крепок в руке моей». Далее он говорит о том, что справедливо надеялся и впредь получать утешение от дома и от своей деятельности за его пределами, ведь он занимался не только семейной жизнью, но и общественной деятельностью. «Внимали мне и ожидали и безмолвствовали при совете моем». То есть никто не смел перебивать его, когда он давал советы. Люди внимали ему и ожидали, что он скажет, если возникали паузы. «После слов моих уже не рассуждали». имеется в виду, что никто не решался что-то дополнить, что-то сократить из того, что было сказано Иовом. «Речь моя капала на них», то есть как живительная влага, «Ждали меня как дождя и как дождю позднему открывали уста свои». В Библии говорится о дожде раннем и о дожде позднем. Поздний дождь – это дождь тогда, когда никто уже не ждал, что он может случиться. Это особо радостное чувство. Здесь этот эфемизм используется. «Бывало, улыбнусь им, они не верят», то есть не верят, что именно им он улыбается. «И света лица моего они не помрачали», то есть они поддерживали его благостное состояние. «Я назначал пути им и сидел во главе и жил как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих». В православной толковой Библии говорится истолкование 25 стиха «Я назначал пути им и сидел во главе и жил как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих. Всеми уважаемый за свою мудрость, Иов являлся руководителем своих сограждан в жизни, был их главою». На самом деле, когда человек имеет очень много и потом все теряет, если он ценил то, что имел и все приобрел честно и своими собственными трудами, ему трудно и тяжело это все потерять. Но мы видим не только те блага, которые имел Иов, но мы видим и то, как он этим всем распоряжался. Сейчас очень многие люди разорились, особенно по ту и другую сторону конфликта, обнищания, кризисы, неуверенность в завтрашнем дне. И многие задают вопрос, а за что это нам, простым людям, труженикам? Книга Иова, она не только обозначает некие вопросы, она находит на них и ответы. После речи Иова будет речь еще одного человека, который попытается сгладить противоречия между Иовом и его друзьями, а потом речь будет предоставлена Богу. Последнее слово в любом конфликте, оно остается за Богом. И книга Иова, которая научает нас переносить страдания, боли, она является ответом, почему, за что, точнее, для чего Господь нам все это попускает. Итак, сегодня мы сделали обзор 29-й главы книги Иова, и если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем с вами делать обзор 30-й главы этой книги. Подписывайтесь на библейский портал Акзагет, чтобы вовремя получать информацию о наших беседах и берегите себя. субтитры